То, что вы не заинтересованы в исходе в делах ЛИСО, должны быть увлекаемы для фиксирования, для совершения фактов, происходящих в следственном действии. В данный момент осмотром из происшествий. Кир, сейчас говорят Юлия Анатольевна. Было такое движение наше, и кто-то из генерального рукауса наприлетал на покупателей, что с собой привезли. Лишите препятствию. И городской супермаркет выплачивали моральный председатель ЛИСО. Как вы относитесь к детской просрочке? Можете дать комментарий? А если по вкусу, а в просрочке не торгуют. У нас нет такой просрочной просрочке. Серьезно? Серьезно? Серьезно. А если мы это докажем, вы будете балаболом? Ваше будет и вкусно только так. Вы будете тряпкой балаболом. Давайте контактируем. Он до сих пор тупит. Да. Пишите, пишите, все ответим, и ответим. Говорю, посмотрели камеру. То есть я здесь должен, книгиозов предложили. Пишите, мы вам все ответим. Можете на портале, можете в книге. Вопрос написать, посмотрели ли камера, серьезно? Напишите, ваш вопрос. Напишите. Так вы убедились в том, что здесь приобретали товар? То, что я, Юра, здесь напишу. Глупость, она и есть глупость. Ты перешлешь все. Даже не то, что глупость, а тупость. Вы напишите. Если у вас есть претензия, пишите, все ответите. Претензию я напишу в досудебном порядке. Все будет в законном порядке. Обязательно в законном порядке. Закон будет соблюден. Обязательно. Буду ждать ответов. Вы его в прошлый раз не соблюдали в закон. Еще раз. Мы соблюдаем всегда закон. Вы очень хамски относились к своим покупателям. Закон не нарушает. Вот я объясню, что он плеветал в прошлый раз в 21 апреля. Я, соответственно, думаю, что вы должны работать вон там, на улице, мести улицы, а не здесь стоять. Пишите письма, пожалуйста. Вы своих детей часто кормите? Ты, кстати, в курсе, что еще давно было такое движение наше, и кто-то из генерального руководства наприлетал на покупателей, что с собой принесли. Пишите предпенсию. И городской супермаркет выплачивали моральный бред за привычок. Какие же перспективы есть у вас у тебя лично? Как вы относитесь к детской просрочке? Можете дать комментарий? А за по вкусу от просрочек не торгуют. У нас нет такой просрочной просрочной. Серьезно? Серьезно. Серьезно. А если мы это докажем, вы будете балаболом? Вас будет вкусно. Вы будете тряпкой и балаболом. Вы будете тряпкой и балаболом. А если кто-то с собой может принести и подложить, такое бывает. Да? Да. Вот поэтому такие, как вы... По 306-й подпишитесь. Ты же ходил со СВК уединяться вот в этот кабинет. Вы там не камеры, что ли? Пишите, пожалуйста. Я думал, ты уединился с ними, со СВКшником, для того, чтобы смотреть камеры. А вы там чем-то другим занимались? Уединились вы вместе. Хорошая пара. Поэтому, пожалуйста... Нет, это ты со СВКшником хорошая пара. Поэтому, пожалуйста... Это вы. Вы же себя видели. Вот, смотри. И он говорит, что просрочкой мы не торгуем. Вот яркое подтверждение тому, что торгуют. Данный товар не наш. Получается, этот человек балабол. Данный товар не наш. А чей же? Ловы Путина. Вам виднее и вашей сумке виднее. И моей сумке? Да? А она что, одушевлённая, чтобы она что-то видела? Вы все прекрасно понимаете. Вы все прекрасно понимаете. Все прекрасно понимаете. А если будет изыматься камера видеонаблюдения? Я с правилами полицию вызвать. Вы отказались. Мы вызвали. Так вы вызвали уже. Вы отказались. Мы уже вызвали. Вы отказались. Мы уже вызвали. Ты не слышишь, что ли? Пять раз тебе сказали уже. Тогда ждем. А чего вы нервничаете? Юра, ты глухой или тупой? Ты глухой, ты тупишь стоишь. Пишите, пожалуйста. Обязательно пишу. Мы вам ответим. Еще вопросы есть? У нас сегодня есть свободное время на твою помойку. На тебя, человека, который, судя по всему, балабал. Вот, товар для него. Право признать. А денег-то, Юра, мои в кассе. Если обосрался, так, блин, штаны из Министа. А вот был с операцией под названием «Обосрались», Юра. Я думаю, ваша проблема не из детства. Это ваша уже. Мне кажется, из детства. Твоя проблема из юношеского. Есть из сложного. Юра, проблема здесь только у тебя есть. Не оскорблять, вы знаете, это не прохладить. Ты оскорбился? На что-то оскорбился. Расскажи нам. Поэтому загляните в свое детство, пожалуйста. Так ты расскажи, на что-то оскорбился для начала. Ты, видимо, в детстве... Или на слово «ты». Пишите, мы вам все полностью ответим. А вот так лгать и отмазываться-то привык. Можете оставить на лбу. Поэтому в свое детство, Юра, загляни именно на... На портале? Либо письменно. Уже оставили, Юра. Хорошо. Здравствуйте. Фруктовая. А еще раз здравствуйте. Вот она. Успокоим, мы с азбуки вкуса литейных... А с рогатностью у него до сих пор никого нет. Годень до 17-го, на 4-го. Ну вы с вами оставляли жалобу в 15-22. Ну в 15-22 я не жалоба оставил, я сообщал так же, вот как сейчас вам, что никто не приехал. Литейный 26, да? Да. То есть они же должны быстро подъезжать, в течение 20-ти минут. Литейный 26. Они же полиция, а не черепаха, поэтому я вам звоню, пока полчаса прошло с предыдущего звонка. Это азбука вкуса, да? Да, азбука вкуса. Можете добавить тухлая азбука вкуса. Поменяю. И никто с вами из порядка не связался, вам не перезванивали? Нет, мне никто не звонил и никто до настоящего времени не приехал. Ваша фамилия, будьте добрые. Фамилия Маркин, Александр Александрович. Телефон? Телефон Samsung Galaxy A51. Номер телефона будете забрать. А, номер телефона, понял, так бы сразу и сказали. А, номер телефона, понял, так бы сразу и сказали. Хорошо, спасибо. Добрый день, я вас зовут Мурман, я могу помочь. А, еще раз, как зовут? Меня зовут Мурман. Мурман, очень приятно, Александр. Я оставлял вчера обращение, жалобу. Сказали, что в течение суток, в течение 24-х дадут обратную связь. До настоящего момента этого не произошло, к сожалению. Что с моей жалобой? Да, могу оставить постройку жалобу, возможно, я просто не рассмотрели. Ну, а смысл загружать жалобу? Как узнать, рассмотрели или нет? Зачем мне тогда обещают в течение 24-х часов дать обратную связь? А, возможно, немного задержались? Можно сказать, вторую жалобу? Ну, на то, что задержались или на что предлагаете? Вот мне интересен тот вопрос, по которому я оставлял вчера жалобу. А соединить у вас в таких случаях соединяют вроде, соответственно, с специалистами, в чём проблема? По достатке жалоба или по магазинам? Нет, по магазину, по товарам с истекшим сроком годности, по клевете директора магазина в отношении покупателей, чьи правы были нарушены. Да, да. Возьмите деньги, 0. Ага, ага. Хорошо. Останьте. Здравствуйте, Александр Александрович? Да, да, здравствуйте. Это из полиции беспокоят. Ага. А знаете, почему мы вам звоним? Ну, примерно могу полагать. Вы вызывали наряд? Да, я вызывал участкового кого-то с полномочиями писать протокол осмотра. Ну, расскажите мне, для чего вы вызываете из полиции? Вы участковый или оперативный дежурный? Я не понимаю, с кем разговариваю. Я вам звоню из дежурной части. Начальник дежурной части, я не знаю, дело памяти. Ага, ага, понял. Смотрите, был куплен продукт в магазине для детского питания. Товар оказался с истекшим сроком годности. Товар не соответствует требованиям безопасности, представляет опасность для малолетних детей в возрасте от трех лет. Усматриваются признаки преступления, предусмотренного 238-й статьей Уголовного кодекса, часть 2, пункт Б. Здесь нужен осмотр места происшествия и передача, изъятие данного товара и передача вместе с материалом по подведомственности в территориальный отдел Роспотребнадзор. Регламентируется это 879-м приказом МВД по взаимодействию органов МВД и Роспотребнадзора. Так а вы сейчас где находитесь? В Азбуке Вкуса ждем участкового, либо другое лицо с полномочиями для составления протокола осмотра места происшествия. Просто у меня наряд в адрес выезжал, а вас там не было. Ну мы в кафе сидели, нам никто не позвонил. Вот мы где должны стоять, не совсем понятно. Так вот в администрации магазина никто из заявителей никто не приходил. А мы не являемся сотрудниками магазина. В том-то и фокус, что администрации магазина невыгодно, чтобы мы даже сейчас с вами разговаривали и звонили. Поэтому они могли сказать, что никто и не приходил. А у вас чеки есть, все, да? Обязательно, и сам товар, который изымать нужно, и чек, все есть. Что вы купили в этом магазине, когда вы его приобретали? Вот буквально позавчера. Позавчера? Да. А почему позавчера не вызвали, а вызвали только сегодня? Во-первых, позавчера был день, ну помните какой, зная работу нашей полиции, ее загруженность. Были основания полагать, что сейчас вообще никто не приедет из-за всех этих мероприятий в центре города. Во-вторых, у меня были... Вы понимаете о том, что в данный момент мы не сможем у вас товарить есть? Почему? Ну, мы вам с видео отдадим, с видео доказательствами от того дня, все у нас есть, что нужно. И вы там прямо на прилавке снимали и показывали? Да, мы все снимали, не выходя из магазина, конечно. Хорошо, ждем, спасибо. Со мной вы разговаривали, да? Я у Чисакова, и сам начинал делать полицию. Фамилия или отчество? Кирефов Мухаммед Станиславович. А Кирефов Мухаммед Станиславович. А, Кирефов Мухаммед Станиславович. Кирефов Мухаммед Станиславович. Вот он сам предмет и вот сам человек. То есть данный товар является детским питанием. Производитель четко говорит, ясно, прямо заявляет, что этот товар для питания детей с трех лет. В связи с чем, усматриваем признаки преступления, служим в 238-й статье Головного кодекса. А чего вы, пожалуйста, патриотажа стали вызвать? Можно вас? Можете вызвать, кстати, как участковый, есть у них дежурная группа. Мы будем обожрать, про них видят их бездействие, бесполезность. Будет буквально уже завтра. Это их прямая обязанность. Это не моя прямая обязанность. Понимаешь? Моя прямая обязанность. Но, тем не менее, произошло, как минимум, административное правонарушение. Мы укажем на него. Фиксировать и направлять в непосредственно... По подведомости. Да, по подведомости. Да, направьтесь, пожалуйста. Еще вопрос. Сергей, ты можешь, что-то, с потребностью, сюда вы? Почему? Понимаете, все дежурные обожают. Просто так предложили вам попробовать. Вы все равно, что я не могу. Есть и горячая линия. Есть горячая линия. 8 800. Сколько там пятерок. Нет с собой документов всех необходимых. Я же не с отдела к вам приехал. Коллеги, может быть, не знаю, как у вас в Питере. Вот у меня в Москве, например, если просто нет бланка принятия устного заявления. У участкового, у ППС, коллеги оперативно раз и задают доступные заявления. Я записываю... Если бы я обозревал документы, если бы я обозревал документы, если бы я обозревал документы... Я записываю документы, это все. Пишите, где вы должны установить. Вот, график, документ объяснил. Не совсем. Вы читаете, что я могу что-то какие-то, не все данные дать в Москве налогать? Возможно. Если я на злу, я подпишусь под 306. Диснется, не подпишусь. Заявление есть. Сначала принимаете заявление, а в... Взаявление берется еще и объяснение, да? Пока у вас заявления нет на руках. Заявление есть 306, да? Я подписываю. Вот если я что-то набрал, и ваша работа будет вече свящебина, старший литерат, а вот в конце они пишут, супермаркет, да, вкупус, вместо расчета. Как у вас имя, имя, имя? Александр Александрович, маркет. Пусть 366, и за 37-ю. Пожалуйста, подписи. Какой-то сдвигался. Там, постратегическая боль. Так, заявление. И прошу вас привлечь к ответственности о городской супермаркет и руководство супермаркета в скобках детей, проспект 026-2.СПБ, которые осуществляют продажу товара с истекшим сроком водности, предназначенного для питания, точнее, для детей, в возрасте от лет. Данный материал подошу направить в Роспотребнадзор по подведомственности, обеспечить сохранность предмета административного, предмета как минимум административного права урожая. Юрий Анатольевич, как представитель, я так понимаю, в Роспотребнадзор, то есть у вас, я так понимаю, осмотр дела, какого места. Еще раз. Ваша присутствия была осмотра. Моя, вы себе что сделаете? Осмотр состоится, по такому осмотру. Пойдемте, составим. Здесь, сейчас здесь, я ухожу, потому что здесь из-за моего вот этого, и тут ухожу. Здесь сразу же здесь. Ну, могу вам пояснить, укусы просточка не торгуешь, у нас таких товаров нет. Соответственно, данный товар не наш. Ну, в рамках проверки. Да, потому что, прошу это указать. Комментарии вам зашают. Ютуб и от вас. Вот, чак, Юра, вот товар. Это уже сотрудникам полиции предоставите видеонаблюдение, как человек зашел и как вышел из магазина. Кто-то вдруг жульничал, и как не купил. Гражданское правовое отношение. А если окажется, что он купил, тогда это окажется балаболом. И потребовал промониторить защитную камеру видеонаблюдения, чтобы руководство себя отымело взявило. Заявитель только марки. Я на вас попросил. Сейчас вы прослушаете большие шеи в геополиции. Слава, если человек полетает, то есть было достаточно. Я вас... Только надеюсь, вы покупаете. Спасибо. Поняты, чтобы не заинтересованы в исходе делали сон, должны быть увлекаемые для фиксирования сверения факта, происходящего следственного действия. В данный момент посмотрите место происшествия. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так покупатель-то вон... Вон 10 и 1 суток А он сказал даже клиенту. У тебя не покупатель, а у тебя клиент, да? Данный товар сегодня принесли с собой покупателей. Ну, конечно. Потому что мы 21-го ушли вместе с ним. Конечно, принесли его сегодня. В общем, в сравнгодности у вас где-то не продается. Если провели спецэспирацию, у вас вкус под названием Да ему юристы сказали, ничего не пиши, не подписывай, отказывайся от всего. Мы тебя, если что, прикроем. Ага, не тут-то было. Интересно, а возврат он тебе тоже откажет сделать? Не знаю. Монтреюра, 19.3 есть такая статья. За неподчинение сотруднику полиции. Если сотрудник полиции сейчас предъявит требование сделать возврат, 19.3. Либо это будет, допустим, неосновательное возврат. Александр, а еще можно 19.3 оформить. Если сотрудник полиции сейчас потребует, то мы сделаем возврат. Сейчас мы не можем потребовать его. Можете попросить. А если он откажет, 19.3. Директор отрицает, что этот товар, говорит, что товар не из азбуки вкуса, что его якобы кто-то подкинул, как будто наркота это. Но, тем не менее, мы имеем на руках чек оплаты по данному магазину на сумму 263 рубля. То есть деньги поступили в кассу торгового предприятия. Про товар директор может считать все, что хочет. То есть он пытается всеми способами отмазаться, уйти от ответственности. Да, вот составляйте, пишите. Вот он сейчас ставит условия. Мы в целях защиты своих законных прав и интересов идем в видеофиксацию. И директор говорит, выкручите свои видеокамеры, тогда разговор продолжится. Литейный, 26, Санкт-Петербург. Вот директор не на своем месте. Уже наклеветал на нас. То мы там с собой этот товар принесли, а вот азбуковку со просрочкой не торгует. А у нас чек и видео всего этого есть от 21 апреля. И просто я не знаю, на что он надеется.